так первый вопрос татьяна немерченко здравствуйте андрей андреевич расскажите пожалуйста об обряде убирания зла кому особенно полезно будет в нем участвовать что такое зло вот смотрите как у человека устроена его жизнь когда человек допустим живет и у него появляется ощущение не может успокоиться срывается на ребенка не может все время на кого-то злиться там женщина живет все у нее хорошо муж любит дети хорошие на ребенка срывается нам уже срывается не может понять чего хочет жизни или там живете живете потом непреодолимо хочется вам то выпить то загулять то там кому-то на кого-то злиться начинаете беспокойство возникает тревожные состояния возникают переживания и так далее не везет тотально дома что-то возгорается все время режете себе то палец то ударяетесь пальцем попадаете в неприятности это все называется одним словом зло вот это зло это тот обряд который я буду проводить вот грубо в комплексе все вот эти проявления зла я постараюсь во время этого обряда убрать использовать я буду методы которые связаны с преподношением то есть будет установлен алтарь преподношения и призывы духов и после этого просьба их у милость левица и так далее все в общем то неоднократно я проводил уже все работает хорошо сергей гончар здрасте андрей почему когда нахожу работу не хотят оплачивать в конце месяца когда человек начинает работать с другим человеком он должен знать что в случае если он с этим человеком родница становится к нему близким и добрым становится или очень хорошие у него отношения с этим человеком то есть такой вариант что этот человек не захочет с ним рассчитываться потому что друг может подождать к другу можно относиться не серьезно и так далее второе когда вы работаете с другим человеком будьте максимально серьезными то есть когда вы максимально серьезно это не извиняйтесь то есть вот смотрите вы совершили ошибку не извиняйтесь вы как-то не так себя ведете не извиняйтесь то есть делайте так чтобы не было не были вы смешны в глазах другого человека также обычно рассчитываться хотят с тем человеком у кого есть заслуженный авторитет именно поэтому ставки преподношение или ставки позиционирования своего авторитета как специалиста в этой области превыше всего я сделал я смог мы бы этого не смогли вот со мной видите как получается ну вот я же говорил то есть старайтесь быть авторитетным в этой области и тогда с вами будут сто процентов рассчитываться наталья руды как правильно дать и